Добрый день, дорогие товарищи журналисты. Поскольку людей много и выступающих много, я бы попросил всех соблюдать в вами 5-7 минут. И в связи с этим сейчас в прессе пресс-служба Меджлиса распространяет заявление о том, что на митинге была предпринята попытка раскола кримского общества, что якобы кучка радикалов, экстремистов и провокаторов пытались уничтожить орган, созданный народом, для представления своих интересов. О том, кто создавал этот орган, для каких целей создавался этот орган, и исполняет ли этот орган сегодня свою роль, которую возложил на него народ. Вам сейчас расскажет ветеран национального движения Крымсов-Татар, который участвовал в создании и Кур-Уттая, и Меджлиса, и Вера Гараметовна. Уважаемые журналисты, позавчерашний всенародный митинг, это продолжение того, помните, в нашей пресс-конференции заявление Нобелевский комитет. Где-то отсюда и сильно активизировался вот этот процесс. Если возьмем, как сейчас сказал Ренат, Кру-Уттай создали инициативные группы Орбкомитета. Там Усофы Джимилева не было. Я в персону перехожу от отдельных лиц, не для того, чтобы осудить или что, я говорю то, что как было. В конечном счете, на Кру-Уттай был принят местоположение и документы. В одном из положений было сказано о том, что кто бы ни был председателем милиции, избирается два раза, на два срока точно. Как в демократических странах. Прошло 2-3 года, значит, потихонечку обманывая делегату, подкупывая их, значит, перевели его, это положение, на три раза. Избираться. Теперь, что первый, такой был конфуз, то, что они не исполнили руководителя милиции лечения Кру-Уттая, это в 95-м году, когда должны были проводить Кру-Уттай, они этого не проводили, провели аж в 96-м году. Я в милиции был такой. Мы протестовали, говорили, но этого никто не слушал. Теперь, что, то, что, например, буду говорить, второй, первый, это был в 17-м году, второй, пол-тай, 91-го года, там мы приняли декларацию о констатарском народе, суверенитете его. Это продолжение наказа народа, как раньше при Советском Союзе говорили. И в течение последних лет, всего, даже до сегодняшнего дня, забыли, растоптали эту декларацию о суверенитете констатарского народа. Что там говорится? Я вкратце это рассказываю. Дальше и больше, больше. Кто протестовал, вставал, говорил гласно, руководители милиции запугывали, избивали, загоняли в тупик. Ну, в конце концов, в 96-м году мы начали расследование в милиции уже, кражи госбуджета финансированного крым-татарского народа из госбуджета государства. Оно шло в строительное управление, как можно назвать сейчас. Упс! Но счет стоял, находился в Индадбанке. То есть они оттуда перекочевывали через Индадбанк, а выбивали деньги, я уже в тот раз говорил, напомню, освежу вам память и себе даже, да? Тогда, когда через Межлис, рекомендовали туда Зьяхаликова, там, оказывается, уже это воровство, было установлено, поставлено колеса, железы. Один день, как член Межлиса, я в Харстонской области проживал, когда транслировался телепередачей так, и в Харстонской области, я услышал, Зьяхалик уходит и созывается Межлист. Когда Межлист пришел, Зьяхалик там был, я ему задал вопрос, хотел повестку дня, чтобы включить, но Мустафа, Джемильев Рефат говорит, не надо повестку включать дня, этот вопрос, а просто в общем. Вопросы скажете. Хорошо, я дал Зьяхалику вопрос, я говорю, почему? А, он уже в этот момент подал заявление об уходе с Укса. Я говорю, почему ты не советуешься с Межлистом, в тему, что он подал заявление, хотя я знал, уже немного информации было. Он сказал, встал с места, говорит, знайте, члены Межлиса рассказывают, я, говорит, был двинутся, говорит, оттуда идти, и показывать пальцы перевязанные. Значит, что получилось, когда я, говорит, пришел туда, оказывается, воровство были поставлены на рельсы, один, говорит, раз пришли, ребята с железными прутями, заставили, говорит, меня отдать деньги, подписаться, а после получить через недобанк. Я, говорит, побоялся, они, говорит, запугали меня семьей всем. Второй раз, говорит, пришли обратно, также. На третий раз, говорит, я уже не пошел, хотя, говорит, уже согласился, пускай что-то сделать с моей семьей, со мной, но не дам. А они взяли его, побили по пальцам железкими. Он пошел в больницу, зарегистрировался, взял справку, и все на этом. Тогда Мустафа ему говорит, эти же ребята, у тебя извинения же попросили. Странно, да, откуда он знает этих ребят, что они извинения попросили у Зия Халикова. Зия Халикова говорит, нет, у меня, говорит, никто извинения не просил. Разве это дело должно было извинением кончиться? Тогда, получается, что по всей вероятности они пришли и сказали, Мустафа, я предполагаю, что они переборщили немного. После этого начался, короче говоря, мы знали, что воровство сильно идет, но не могли начать с чего, потому что между членами жилисты не могли на сплетнице ссылаться. Нашли, тогда у нас работал с примером Лену Рарифов, достаточный пост, где сообразовался этот комиссий, вот один, здесь решат облаев, есть, я входил туда, нашли только на миллион, на миллион двести тысяч долларов воровства перекачки через фонд Крым, а там был, значит, этот фонд Крым создал Крултай, это народный фонд Крыма, но там был генеральным директором, или как называется, сейчас очень много развивалось его президентов, генеральным директором стал Мустафа Джемильев, а уставной фонд для имдатбанка около тридцати процентов находился фонда Крым, так что рубилировал он, в конце концов, когда мы подняли это на милицию, он начал везде кричать, что вот они такие, они сякие, они хотят уничтожить наш банк, национальный банк главный, чтобы травить людей на нас, мы говорим, слушай, Мустафа, разве у нас есть государственность, а коль нету государственности, какой может быть национальный банк, это коммерческий банк, то есть, где они могли дать кое-какие документы, установить, тогда, как коммерческий, а остальные скрывали, как коммерческие структуры банка, в конце концов, мы создали хрултай, у нас в седьмом году, я вкратце это говорю, но, что получился на хрултай, обратно обманным путем, люди обманули, кроме того, тут подключились органы кое-какие, зам, тогда, прокурора, Крыма, иступая с трибуны, сказал, что это не воровство, а невозврат получен в день, не знаю, я по-русскому не учился, но широкое понятие такое, невозврат, украл, не украл, взял, не отдал, и другой пример к этому же, руховец, тогда покойный Чернобол, дай бог имел, земля будет пухом, зная о том, что вопрос идет, речь идет о воровстве, он уходит на сцену, и на второй день хрултай это был, обнимается, то есть, как бы поднимает его авторитет перед делегатами, которые много о чем не понимают, не то, что у них ума не хватает, просто информации нет, таким образом, мы ушли с хрултая такого позорного, теперь, наверное, больше слов я не возьму, сейчас скажу, митингов проведу, вот то, что мы говорили, что они узурпировали власть, что они незаконно управляют народом, вот, вчера видели, или позавчера, на митинге, почему они, когда они пригласили ветерана национального движения за круглый стол, все с ним поговорили, они не пришли, народ собрался, они не пришли сами туда, сказали бы, вот так, товарищ, вот так, нет, кого прислали? провокатор, чтобы не говорили правду, чтобы народ не слышал правду от народа, и заявляет в некоторых пресс-конференциях, это, в газетах, есть такие моменты, оказывается, он вот хочет уйти, но замены ему нет, он подготавливает замену, странно, это что, твой, собственность, или от родителей тебе по наследству остался хрултаймидис, не странно ли? и теперь, вот после этого митинга, выступая по телевидению, он рекомендует людям не здороваться с нами, а вообще ни на свадьбу призывать, никуда не приглашать, пускай они с этих сел или с места жительства что-то довести до такого момента, чтобы они ушли. Я знаю одно, к чему это может привести, это травля народа друг друга.